Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за тренера. Итак, я немного подумал, кто-то мне там лично даже писал и много я думал насчет того, куда нам все-таки переходить, потому что нам предложил два клуба, один из которых я сам попытался договориться, другой мне сам лично написал. Поэтому, как вы понимаете, разговор идет про Химки, Динамо и про Ротор. В Роторе я сейчас главный тренер, мы сейчас идем на 14-й строчке, вот такие вот пока что у нас дела. И предложили команды, которые, кстати, сейчас идут прямо наравне, это Химки и Динамо. Химкам я сам отправил, Динамо мне сами предложили, поэтому я до конца сидел и думал, многие меня просили в комментариях, и на стриме это тоже было, многие просили сделать карьеру за Химки. И после того, как я отправил предложение Химкам, и они согласились, я действительно уже думал, что прям все, стопроцентно я перейду в Химки. Но потом подумал, я все равно ненадолго останусь, может быть, вот эти полсезона я чисто и доиграю в определенном клубе, поэтому нет. За Химки я бы начинал бы полноценную карьеру, если вам это интересно, напишите об этом в комментариях. Но сейчас у нас карьера именно за тренера, и лично я бы лучше перешел в Динамо, потому что я сравнил эти два состава у Химок и у Динамо. У Динамо намного сильнее, естественно, состав, но просто вот как-то они не очень убедительно идут, всего лишь у нас отставание в 5 очков до них. Хотя сравните нас, дебютантов, так же, как и Химки, тоже дебютанты, но они идут прямо с ними наравне. Поэтому здесь надо решать именно в их составе проблему, и мы вот сегодня последние три матча проведем в качестве тренера Роттера, и с 1 января перейдем в стан московского Динамо. Итак, сейчас у нас игра против Рубина. У нас командный дух 64. Ну что же, мы готовы. Переходим к матчу, играем мы сегодня на выезде. Вот он состав Рубина. Кому интересно посмотреть, состав действительно прям интересный такой. Тот же Рубин, тоже интересная команда, но я не буду работу у Слудского забирать, поэтому Рубин Роттер мы в качестве тренера поехали. Итак, Рубин Роттер, интересное противостояние сегодня у нас будет. Очень хорошую команду собирает сейчас Леонид Викторович. Мы сегодня еще и на выезде. Казань-Арена это первый стадион, на котором я побывал. Правда, не на матч, тогда там была реконструкция, не суть. Замечательный стадион, замечательная команда против нас сегодня будет противостоять. Так, неплохо. Рубин сейчас в атаке. Ой-ой-ой, это Дов меня. Ну не суть, слава богу, не пропустили. Но и второй удар затащил. Вот, 80% точной передачи. Все. Ничья 0-0. Это, мне кажется, топовый был сейчас матч. Дов меня очень хорошо отыграл. Пару сейвов даже смог сделать. Два сейва. Вот. По владению, ну, домашней все-таки, команда и уровнем она выше. Поэтому мы практически здесь на равных. Ну и даже пасы у нас очень хорошие были. Сейчас посмотрим. Точность нету здесь нигде. Посмотреть. Ну, не суть. Лучшим игроком является, естественно, Дов меня. Два сейва невероятные сделал. И заслуженно стал игроком матча. Итак, после 12-го тура мы все так же на 14-й строчке. У нас 8 очков, 5 ничьих. Сейчас это практически тот результат, это максимум пока что. Потому что у Тульского арсенала 5 ничьих, у Урала и у нас. Все. Вот такие вот результаты. 6 поражений. Это, кстати, не максимум. Максимум, действительно, вот у Ахмата, которые нас-то победили все-таки. Но они находятся все равно сейчас на 16-й строчке. И сейчас у нас игра домашняя против Спартака. Я просто не представляю, как мы сейчас будем против них играть. Они там идут, наверное, во главе турнирной таблицы. Так, а здесь моя команда. Писевева хочет подписать Red Bull. Ну, раз Брагантина. Не знаю, это не Залитург, мне кажется. Ну, какой-то Брагантина, но... Так, Писевевев, сколько тебе лет? 31 уже. Но я не знаю, Писевев у нас играет вроде, да. В старте даже. Поэтому... Это игрок основного состава, поэтому я не буду. Пусть, если придет новый какой-нибудь там тренер ротора, то он и решит. Я пока же не буду на себя все это брать. Спал нам еще предлагает футбольный клуб итальянской лиги. Вот, типа, мы посмотрели серия А, они играют еще и в чемпионате Италии. Я бы сейчас, кстати, посмотрел. Почему бы нет? Просто ради интереса. Ну, вот нам уже из Европы приходит предложение, но нет. Серия А. Таблица, да. Ну, Спал, кстати, неплохо идет сейчас, друзья. Тринадцатая строчка в чемпионате Италии из 20. Обогнали они Дженуа, Парму, Торино, Фиорентину тоже. И идут практически, ну, в одном очке от Аталанты. То есть интересно, но нет. В этот сезон он все-таки, пожалуй, остался бы в России. Не знаю, как дальше там будет. Может быть, и перейдем. Поэтому сейчас у нас игра против Спартака. Я ничего не буду менять. Сейчас у нас командный дух 64. Дух 63 вроде. Тогда я здесь небольшие перестановочки поделал. Вот. Так что мы стартуем. Будем от обороны, естественно, сейчас опять играть. Два матча тут. Там Спартак и Краснодар. Так что шансов у нас мало. Вот. Так что поехали. Итак, Ротор Спартак. В 90-х прямо это был, наверное, замечательный матч. Байриф и Джики выводят нас сегодня на матч. С капитанскими повязками. Долгий Максименко. Тут даже какой-то есть футболист у Спартака. Но мы готовы. Вот это прям самый, наверное, для нас важный матч под конец. Я прям вообще все в оборону уйду. Долгия. Забирает и снова ничья, друзья. Отлично. Даже со Спартаком смогли отобрать у них очки. Просто супер. Владение причем могло быть осырадным. Точность пасов у нас тоже очень хорошая. И Степанов у нас стал лучшим игроком. Супер. Два матча и наши игроки стали лучшими игроками. Итак, все так же мы на 14-й строчке. Хинки, правда, опустили сейчас на 11-ю. Динамо держится на 10-й. Я не знаю, какую на меня цель вообще поставят в Динамо. Честно, не знаю. Мне кажется, там топ какой-нибудь дозанять. Топ-5 должны мы, наверное, занимать. Так, дальше у нас все так же нам. Долгия. Хотят купить Арсенал. Какой только это? Что за Арсенал? Команда на связи? Ничего. Это какой-то не тот Арсенал уж точно. Потому что на моем-то эмблеме стоит. Ларриан. Хочет до Витяшвили подписать. Витяшвили у нас, кстати, классный игрок. Можно я его в список добавлю? Потому что я что-то посмотрел. Там у Динамо есть проблемы вроде. Хотя там Шиманский есть. Вот. Поэтому я не знаю. Но я бы пока что оставил. У него 14 матчей, одна голевая есть. Вот. Но мне по рейтингу числено ему 19 лет. Поэтому отменим переговоры. Пусть пока что остается в Ротаре. Так. Что здесь еще? Может кто-то еще? Ну, Микел Тадзе переговорил. Тадзе переговоры уменьшались успехом. Так. Левого нападающего нам все ищет. Нашли вот такого 25-летнего из Атлетика Национала. Ты даже не знаю какая лига. Лига Бэт Плэйди Майор. Ну, колумбийская, наверное. Сам игрок колумбийц. Ну, добавлю так уж и будет в список. Пока что я еще все-таки в Ротаре. Поэтому добавим. Ну и все. Переводим время. Точнее уже играем. Сейчас у нас игра против Краснодара. Они там сейчас идут. Вторая строчка, кстати. Вторая строчка. Поэтому сейчас мы точно будем от обороны действовать. Так. У нас был 64. 66. Кстати, нечестно. Спартаков нам, кажется, 2 балла. В командный дух принесла. Ну и вот сейчас состав Краснодара мы глянем. Ну, здесь прям, ребята, стартовый весь состав. То есть Краснодар намерен отбирать у нас очки. Потому что мы не проиграем уже тоже давно практически. Я не помню. То ли мы Ахмату последний матч вообще проиграли. Посмотрим. Посмотрим, как все-таки игра с третьей строчкой. Третьей же вроде не видя. Посмотрим. Итак, Краснодар-Ротар. Замечательный стадион. Очень красивый. Один из самых красивейших стадионов в России. Стадион Краснодара. К сожалению, не побывал еще на нем. Но все. Конечно. Возможно. Поэтому я бы не хотел. Ну, и гол забивает. Кто это? Саплинов. Серьезно. Саплинов. 57-я минута мы выходим вперед. Как же сейчас разыграли этот штрафной. И супер. А то я уже думал, превьюшки не будет для ролика. Но нет. Вот. Неплохо так. Отлетает мяч. Саплинов сразу же берет в девятку. Забивает. Супер. Вот они мои проводы сейчас. Ну что, может, ребят, ради моих проводов и победу сейчас удержим я в оборону даже пошел. Моя последняя игра за ротор. И мы победили на выезде Краснодара. Которые шли сейчас на третьей строчке. Саплинов одним ударом все решил. У нас один удар в створ уже, да? Да. И один гол. Посмотрите на мое владение, на мои пасы. Они в начале первого тайма, ну, после первого тайма были вообще 14. Передач 9 точно. Ну и Саплинов лучший игрок матча. Это хороший выпуск. У меня получился за 3 матча из 9 очков я заработал 5. Сейчас мы, естественно, ух, как поднялись-то на 12-ю строчку. 12 очков у нас после 14 туров. Я практически догнал сейчас с Химки и Динамо. Но я сейчас буду переходить в любом случае в московское Динамо. Сейчас мы еще посмотрим здесь награды. Кто какие получил. Тейшера стал лучшим футболистом Азии. Переговоры. Давайте посмотрим. Все так же работа скаутов. Кого сейчас нам нашли. Рената Сантос из Малаги. Ну, не знаю, не знаю. Вряд ли он. Ну, 29 лет, 72 рейтинг. У меня уже есть мой игрок один. Хороший, 19-летний. Так, мы занимаем 270-е место. Тейшера лучший игрок. Ежемесячный отчет. Ну и все. То есть даже в команду месяц там никто... А, ну еще, может, месяц не закончился, да. Может, чуть попозже будет это известно. Даня Алвес. Лучший футболист Южной Америки. Кто бы сомневался. Так. Ух, ту-ту-ту-ту. У меня Рубин, друзья, предлагает. А мне предлагает Рубин. Давайте я пока что переведу время до того момента, когда мне скажут принимать решение. С Луцкого решили сместить. Вот. Крайний срок ответа на предложение тренера. Так. Моя команда долгню. Никто не хочет... Кожемякина хотят взять, кстати. А что Кожемякин из себя представляет? Да ну, он нормально сейчас в рейтинге, надеюсь, прибавит. Байри его. Обгонит там. Так что, мне кажется, это будущее. Ротора. Поэтому я нет. Продавать его не собираюсь. Так. Переводим время далее. Ну-ка, вы дожитаете. Нет. Я буду думать сейчас. Серьезно прям сейчас задумаюсь. Кожемякин. Так. Донялось. Тренерская карьера. Принложение к главному тренеру. Ну, вот они мои клубы. Ребята. Ну, Рубин прям действительно классная там команда. Там Дюпин мой земляк играет. И тренировать сейчас Рубин было бы вообще супер. Но они идут все-таки выше даже. Ну, вы видите сейчас турниру на таблицу. Ладно. Возьму Рубин, как я и сказал. Я, кстати, говорил же, как-то заикнулся в этом выпуске. Но Рубин классная команда. Все, я соглашаюсь, да. Там молодые игроки сейчас классные. Мне которые действительно нравятся. Я даже могу сейчас чисто сравнить еще. Почему бы и нет. Сейчас хронометраж немножко у ролика мы увеличим. Так. Ну, Динамо-то я видел. План игры. Вот. Я сейчас открою план игры Динамо. Я фотографировал. И просто немножко сравню. Так. Так. Так, Химки. Вот, Динамо. На воротах Шунин. Здесь у нас Дюпин. 77 у Шунина, у Дюпина 7.6. У нас Меркулов есть. Уремович Бедич. Правильный защитник, кстати, такое себе. Игнатьев, зато у нас есть 75 рейтинг. Кварц Хелия, как-то так. Ну, кстати, по рейтингам здесь намного лучше-то Динамо. Давайте все-таки нет. Я возьму Динамо, все-таки я согласился. Я согласился. Вот. Они первые вообще предложили, поэтому нет. Все. Я, как и договорился, все. Перехожу в Динамо. Там у них игроки на самом деле получше. Хоть и возрастные, но не суть. Все. Я перехожу в московское Динамо. Главным тренером теперь я являюсь. Пресс-конференция. Мы в составе Динамо Москвы с 1 января. Вот здесь президент Динамо, наверное, сидит сейчас рядом с нами. Ну что, давайте. Я готов к вашим вопросам. В какой футбол вы будете играть в этом сезоне? Ну, я за честный и чистый футбол. Все-таки мы Динамо тренируем. Я мне Барселону, чтобы устраивать какие-то тут шоу. Все. На этом мы завершаем пресс-конференцию. Быстренько так. Хорев назначен главным тренером. Когда я перехожу в новую команду, то всегда стараюсь научиться чему-то полезному и принять ее культуру и стиль. Мы не мясники, а футболисты. Гурулев возвращается в команду. Ну что, давайте, пожалуй, на этом прям сразу и закончим, чтобы в следующем выпуске уже полностью его посвятить Динамо. Оттуда мы и начнем с вами. Почитаем некоторые сообщения. Пересмотр контрактов, истечение. Да-да-да-да-да. Все. Все почитали. Ну и управление командовать. Переговоры тоже глянем. Моя команда. Ой. Он хочет продлить. Тут многие сейчас продлевать захотят. Поэтому тоже будем с ними решать сейчас. Молодежная академия. Ну, кстати, у нас есть небольшой какой-то там бюджет, я вижу. Так, а это, получается, же реальные футболисты, да? То есть, что-то ни одного настоящего имени здесь не увидел. Ну, ладно. Все. На этом мы и закончим. В следующем выпуске стартуем. И начнем уже разбираться с Динамо. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас выходят по выходным. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это ждем встречи, друзья. Всем до свидания. Продолжение следует...